А сейчас я хотел бы пригласить всех докладчиков принять участие в этой дискуссии и ответить на вопросы. У нас уже есть один вопрос из аудитории, что касается непосредственно прогрессирования глаукомы, что касается в том числе использования ОКТ для выявления прогрессирования. Также вопросы, связанные с максимальной бедигментозной терапией, когда вот у нас давление 18 миллиметров ротного столба, стоит ли проводить операцию на подобных пациентах? Стоит ли в операционную отправить подобного пациента? Я хотел бы непосредственно задать этот вопрос. Нин Ливан, поскольку вы говорили о глаукоме нормального давления, какова ваша тактика? Ну что ж, для меня большая честь выступать на этом конгрессе. И я хочу сказать, что касается непосредственно хирургии, то одна из причин, которая определяет принятие решения, заключается в том, что если у пациента прогрессирование, даже умеренное прогрессирование, если повышается внутриколосное давление, то в этом случае мы проводим хирургию, поскольку мы считаем, что мы можем достигнуть более оптимального результата. Таков мой опыт. Что касается больших случаев непосредственно ГНД, у нас есть три группы пациентов. Некоторые пациенты имеют непосредственно прогрессирование, но во многом это довольно стабильное прогрессирование, даже без какого-либо лечения. Иногда у нас могут быть случаи, когда мы можем поддерживать это состояние в стабильном положении, то есть мы можем иметь очень хороший контроль с точки зрения внутриглазного давления и даже снижать его медикаментозно на 20-30%. Вот такой опыт есть у нас. Большое спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. Я хотел бы спросить вас, профессор Иван, в 2014 году у нас был симпозиум здесь, в Москве, в онлайн-режиме, который был посвящен непосредственно давлению со стороны РМС, и профессор Волков был председателем. Мы обсуждали ту же самую проблему, и вопрос заключается в следующем. Что изменилось за последние годы, с 2014 года? Можно ли использовать эту информацию в практической плоскости? Можем ли мы измерить подобное давление? Что мы можем сделать с этой информацией? Что касается непосредственно этой концепции решетчатой мембраны склеры, то мы получили в том числе новую информацию о ее воздействии на глаукому. Что касается внутриглазного давления, то мы, помимо этого, должны измерять и внутричерепное давление, найти баланс. Если у пациента низкое внутричерепное давление, то это может приводить к тому, что у нас может быть очень высокое давление давление, собственно, РМС. И таким образом, внутриглазное давление, в принципе, легко измерять. И мы видим, что здесь больших проблем нет. Но, к сожалению, что касается внутричерепного давления и его измерения, то здесь совершенно другая ситуация. Измерять его очень сложно. Поэтому сейчас мы в том числе используем и инвазивные методы для непосредственно измерения внутричерепного давления. Ну, а что касается непосредственно воздействия РМС, нам еще не хватает многих методов оценки или техника для того, чтобы посмотреть, достигнут ли этот баланс или нет. Таким образом, наиболее серьезная проблема заключается в том, чтобы разработать новую технику для проведения измерения внутричерепного давления. Особенно, когда мы говорим о таких аспектах, как непосредственное воздействие на оптический мир. Вы также говорили об изменении классификации открытоугольной глаукомы. Телесообразно ли это? Может быть, нужно проводить какое-то дополнительное исследование воскулярных факторов и мутации ген, чтобы изменить классификацию первичной открытоугольной глаукомы? Что касается непосредственно первичной открытоугольной глаукомы, то мы не всегда знаем причины ее восстановления. Нам нужно больше информации, хотя мы уже стали получать первые данные от исследований. Мы видим, что ГНД имеют много факторов риска, в том числе низкое внутричерепное давление, дефицит витамина А и Д. Также мы видим, что нарушение нормальной циркуляции в практическом нерве, в том числе воспалительные симптомы. есть много факторов риска, многие из них связаны непосредственно с системными нарушениями, есть также окулярные факторы риска. Таким образом, нам необходимо считывать, учитывать эти факторы, чтобы разработать новую классификацию и для глаукомы нормального давления. И, конечно, важность подобной новой классификации заключается в том, что она должна служить для врачей тому, что они могут выбрать наиболее оптимальный метод терапии с учетом всех факторов риска, включая системные, а начинать нужно именно с них, рассматривать это как системное заболевание, если низкое внутричерепное давление, надо подумать о том, как непосредственно повысить внутричерепное давление. Если у нас есть, допустим, дефицит витамина А, то в этом случае мы можем назначать соответствующие добавки с витамином А для того, чтобы у нас не было такого воздействия РМС на оптический нерв. Таким образом, это то, что мы можем сделать в настоящей ситуации, но нам нужно больше данных и доказательств на основе новой информации, которую можно получить только при проведении исследований. Большое спасибо. Доктор Рамон Сузанна, вы нас слышите? Да, я вас отлично слышу. Доктор Сусанна, ваш подход к таким устройством, о котором шла речь по поводу phrasal flow и других phrasal flow назывался in focus какое-то время тому назад. Хорошо. Давайте представим пациента с глубокой передней камерой, с высокой миопией или после хирургии и с глаукомой. И таким образом у него была операция по поводу глаукомы дзен или phrasal flow. Что лучше? Хороший вопрос. И это касается бразильского FDA, то оно не одобрило эти устройства для использования. Мы выполняем тробиколектомию, когда это возможно. Но мы можем в будущем использовать эти два устройства, они легкие в обращении. Другое дело, что необходимо открывать конъюнктиву и также может быть экструзия таким образом в целом это может быть первой процедурой, которая может иметь место в нашем инструментарии. большое спасибо. Тогда я если перееду в Бразилию, я буду счастлив, поскольку в России мы не используем ни дзен, ни present flow, и тробиолоктомия это то, что я выполняю с некоторыми модификациями. А вы помните, у нас было несколько случаев имплантации. Что вы думаете об Экспресс? Я бы это перефразировал, используя слова профессора Вайнрепа, который как-то мне сказал я сам этим занимался, в Бразилии был бум на это, но сейчас очень мало пациентов, которым выполняется подобная сергия Экспресс. С одной стороны, это делает нашу жизнь легче, но с другой стороны, когда вы выполняете тропе лектомию, то в этом случае легче мониторировать пациента, и конечно, нидерлинг легче делать при тропе лектомии. в Бразилии был бум с одной стороны, даже давление со стороны производителей, но в настоящее время мало кто выполняет хирургию с Экспрессом. и так же, что вы думаете о метамицине С, вы используете все эти препараты, антифибротические препараты, а если нет, что можем ожидать? В Бразилии мы используем метамицине С в каждом случае, когда используется тробиэлектомия, даже когда есть оброжденная глаукома, выполняется тробиэлектомия, и это наш традиционный подход здесь, в Бразилии, и таким образом мы уже много имеем опыта, как избежать игру течения и других осложнений, по крайней мере, как снизить непосредственно частоту осложнений от подобного препарата. Еще один вопрос. А можно мне задать вопрос профессора Шарави. Мы видим, что вы в онлайн-ом режиме. Спасибо.